шалом шаббат дорогие друзья сегодня у нас на обзоре коврик от компании zoe и модели gsr это тканевый ковер стоимостью 2900 рублей а это скажем так даже для нынешнего времени цена не маленькая учитывая что схожего размера ковры от таких компаний как steel series рейзер и hyper x можно купить в ценовом диапазоне от 1600 до 2200 рублей комплекта поставки как такового нет ибо есть картонную упаковка и сам ковер так что переходим к осмотру перед нами представит полностью черный квадрат малевича размерами 48 на 40 сантиметров это один из самых больших ковров на рынке из категории не палац в ширине у gsr гандикап 3 сантиметра перед киусики плюс и фьюри а также три с половиной сантиметров перед голиафусом вроде бы не столь значительно но ощутимо и наверняка кому-то очень сильно зайдет толщина ковра три с половиной миллиметра является золотой серединой для такого типа ковров тут и по большому счету сказать нечего а вот насчет дизайна можно много и долго спорить кому что нравится но стоит признать что полностью черный ковер с черным оверлоком самое универсальное решение под все сетапы я сначала даже не разобрался где у ковра вверх а где низ где право а где лево помог решить проблему лишь официальный сайт zoe единственный логотип на всем этом черном полотнище находится на маленькой бирочки и она в идеале должна находиться в верхнем левом углу но из-за универсальности логотипа и общей монотонности ковра она с таким же успехом может находиться справа внизу это удобно так как для обычного пользователя отсрочит момент стирки и общего износа поверхности ковра ведь с затиранием и засаливанием одной зоны можно бороться банальным переворотом ковра без ущерба для вида сетапа оверлок ковра очень плотный и очень качественный один из лучших на рынке он продлевает жизнь краям ковра и позволяет не тереть кромкой о запястье подложка zoe заявляет что это супер-пупер новая веха в истории подложек до основание полностью гладкая да она на ощупь чем-то напоминает силикон да она практически не скользит но в толще своей сколько бы я не жамкал мышью и пальцем разницы с хорошими подложками адекватных фирм не заметил все также далековато до артизана ну и наконец поверхность как вы уже поняли эта ткань и она является собой нечто среднее между фьюри и logitech g640 очень плотное не бугристое мелкоячеистое плетение на ощупь слегка шершавая шершавость неравномерно и по горизонтали вертикали отличается мы же скользит масляниста гладко с небольшим сопротивлением различия в скольжении по горизонтали и вертикали есть но отличие не более нескольких процентов старт и стоп равномерные без залипаний и с хорошим контролем назвать ковер супер спидовым у меня язык не поворачивается я бы назвал его линейным вам не нужно превозмогать ну и улетать мышь от вас тоже не будет ну и что говорить о качестве трекинга и лода на полностью черной тряпки хорошего производителя и с хорошим качеством изготовления все на отличном уровне в целом заключение какое очень плотный по всем характеристикам ковер который если и может разочаровать то только ценой из коробки имеется запах но он не навязчивый и не отдает дикой химозой пропадает через два-три дня работы также из-за довольно плотной подложки и оверлока ковер держит форму продолжительное время в остальном крайне рекомендую я надеюсь вам понравился мой обзор подписывайтесь и ставьте лайки пока пока